386 пожаров произошло за минувшие выходные на территории Тверской области. Из них 273 были напрямую связаны с поджогами сухой растительности. Об этом заявили в понедельник на пресс-конференции, которая прошла в региональном управлении МЧС. Подробности у Романа Быкова. Травяные пожары в этом году начались приблизительно тогда же, как и в 2018-м, в конце апреля. Даже статистика выездов такая же, около полутора тысяч. Поведение населения также совершенно не меняется. Основная причина, это, конечно, связанная с, так скажем, с небрежностью, халатностью граждан, которые занимаются либо уборкой своей непосредственной территории, либо просто небрежно кидают окурки те же самые, или специально поджигают, даже, скажем, не осознавая той ответственности, которая может произойти, те поля, которые зарастают травой. В итоге горят уже не только поля, но и леса, а также торфянники. Конечно, МЧС вкупе с полицией, местными властями и добровольцами старается как может. Организованы мобильные группы, которые патрулируют места массового пребывания людей на природе. Это, кстати, территория не только вокруг водоемов, но и леса, где работают поисковики. Совместными усилиями поймано более 320 поджигателей. Уже возбуждено три уголовных дела по 168-й статье. Это по тем фактам, когда огонь с сухой травянистой растительности перекинулся на постройки жилого сектора. Была уничтожена, повреждена собственность третьих лиц. Люди, которые были установлены, сейчас в отношении них проводится дознание. Одной из самых действенных мер по борьбе с полевыми и лесными пожарами МЧС считает радикальное ужесточение штрафов. Сейчас за нанесение ущерба путем выжигания сухого поля, а заодно и за дорогостоящий выезд автоцистерн на тушение, например, частное лицо может отделаться взысканием всего в 5000 рублей. Поэтому в МВД уже отправлены настойчивые рекомендации по кратному увеличению наказаний.